Валерий Седов Валерий Седов Валерий Седов В региональном отделении Банка России прошел день открытых дверей. Узнать об истории Государственного банка, увидеть уникальные экспонаты, об этом и многом другом в нашем следующем материале. Смотрите, вот тысяча рублей. Здесь на просвет его видят. Не знаю, видно вам как? Водяной знак, защитная нить. Классическая лекция «Найди фальшивку» представлена в виде игры. Сначала небольшой ликбез. Рассказывают, куда, а главное, зачем смотреть. А после нужно будет попробовать найти подделку самому. Так, следующий билет получен будет. 30 сентября Рязанское отделение Банка России на один день превратилось в школу финансовой грамотности. Здесь каждая локация буквально своя историческая эпоха. Например, в этом кабинете уместилась история Госбанка длиною в полтора века. Здесь ребята щелкают по клавишам печатной машинки, а еще пробуют писать пером свое имя. В общем, где-то не умело, но с энтузиазмом в эпоху погружаются. Начинаем. Рубль, десять, сто, тысяча. Десять тысяч, сто тысяч, миллиард, миллиард. Счеты такие, оказывается, завалялись в квартирах и у современного поколения. Правда, что эти ребята, что поколение постарше, считать на них не умели. Только деление двигали. А теперь вот узнали, что ворочали воображаемыми миллиардами. Рассказывали о счетах. Ну, что считать на счетах? У бабушки были, я не понимала, какими пользоваться. Этажом выше кабинет для любителей химии. Здесь рассказ о металлах и сплавах, которые используются для чеканки монет. А рядом под стеклом серебро настоящее. Трехрублевка стремления к звездам. Циолковский. Расплатиться монетой 925-й пробы можно по номиналу. Но, конечно же, коллекционеры хранят такую под стеклом. Как-никак, всего 3000 экземпляров. А так, если и чеканили монеты, то сотни лет назад. Сейчас таким ударным механизмом делают памятные жетоны. Мол, на экскурсии Банка России побывал, прошлое и настоящее изучил. Не ожидала я от родителей детей, что они знают денежные знаки, что на них изображено и номинал. Единственное, конечно, люди забыли, как выглядит 5 рублей 97-го года образца. Пятерублевки эти уже можно ламинировать, да в музей сдавать. Наряду с уже существующими экспонатами. Изучить их можно было как самому, так и в ходе квеста. Последний, кстати, детям запомнился особенно. Сам же день открытых дверей дал старт дням финансовой грамотности Рязанской области. Они продлятся до 13 октября. В Рязанском МКЦ прошел вечер памяти Андрея Ильина, автора музыки ко многим спектаклям. Рок-оперы, сказания о Великом Граде Рязанском. Но главное – песни, ставшей гимном Рязани о Кремле. Своими воспоминаниями о композиторе поделились его друзья и коллеги. На вечере прозвучали известные песни, музыку к которым написал Андрей Ильин. Начался вечер памяти Андрея Ильина с легкого баловства. Своей версией алюминиевых огурцов от группы Кино. Песни, это говорят, всегда звучало при встречах. Тем контрастнее выглядит эта композиция на фоне другой работы автора – гимна «Земли Рязанской о Кремле». Творческий путь Андрея Ильина начался. Еще в конце 70-х. Тогда «Виа Водопад» только начинал выступать. Песни исполняли разные, говорят участники. Даже иногда хулиганили. Например, в 78-м на сцене в Шацке сыграли Лед Зеппелен. Тогда перепуганные организаторы закрыли занавес. И когда открыли, то коллектив сыграл другую песню. «Родная земля». Концерт, говорят, запомнился надолго. А после создание музыкально-театрального проекта «Театр Демиург», рок-опера из Казани о Великом Граде Рязанском и еще одна в преддверии празднования 900-летия Рязани. При всем при этом Андрей Лин работал преподавателем математики в 55-й школе. «Более 40 лет он отдал любимой школе. Ни один праздник, ни одно мероприятие не обходилось без Андрея Валентиновича. Его опыт, его мудрость, его душа, она всегда была, есть и будет с нашей любимой 55-й школой». Почетный работник образования, а именно такого звания был удостоен Андрей Лин, был классным руководителем всего одного класса. И, говорят, сочетал в себе несочетаемое математическую точность и творческую свободу. Его ученики вспоминают, что засиживались в школе допоздна, рисовали стенгазеты, пели песни, в общем, творили. А после, говорят, каждого ученика Андрей Лин лично провожал до дома. «Он нас научил быть разными, и он нас научил бороться в любой ситуации до последнего и выигрывать в этой ситуации, несмотря ни на что и независимо ни от кого». Андрей Лин ушел из жизни в июле этого года. Группа в социальных сетях «Культура Рязанской области» написала об этом так, цитата, «Культура и искусство Рязанской области понесли невосполнимую утрату». Талантливый мелодист Андрей Валентинович создавал современную музыку, основанную на глубоких народных традициях, отмеченную узнаваемым авторским стилем и мастерством, наполненную православным смыслом, теплом, светом и любовью к своей малой родине. В Рязанском театре драмы состоялась генеральная репетиция комедии «Бабка Шанель». Спектакль поставил режиссер Арсений Кудря. Наша съемочная группа побывала на показе и готова поделиться впечатлениями из зала. Участницы хорового коллектива «Народной песни» на Ите после юбилейного концерта решили устроить застолье и вспомнить облом. Женщины еще не подозревают, что с этого дня их привычная жизнь изменится навсегда. Руководитель коллектива Сергей Сергеевич во время душевных разговоров делится с ними неожиданной новостью. Вскоре в хоровой коллектив вольется новая кровь. Женщины не готовы к переменам и решают бороться за сохранение старых устоев. «Бабка Шанель» – это пьеса о коллективе, скажем так, очень опытных артистов. Пусть они там в пьесе любители, но у нас это опытные профессионалы. И, наконец-то, рязанский зритель увидит очень многих артисток, которых он давно не видел на сцене. И я думаю, что многие будут очень рады повстречаться вновь с этими замечательными артистками Рязанского театра драмы. Актрисы прекрасно справились со своими ролями и создали весьма колоритных персонажей, которые с особой простотой и неким юмором рассуждают о смерти и одинокой старости. Спектакль, мне кажется, он заставляет задуматься просто о жизни. Это какие-то наши рассуждения и о человеческом общении, о коммуникации какой-то постоянной. И тема, мне кажется, жизни и смерти в нем поднимается. И, на мой взгляд, вообще эта пьеса, она заставляет задуматься о том, что в жизни все настолько скоротечно и настолько все быстро пролетает, что, как говорит одна из героинь, мало поводов для счастья, мало праздников. Нужно успевать праздновать, радоваться, веселиться, петь. Скорее всего, уходя со спектакля, каждый зритель на минутку дозадумается о том, а успевает ли он сам жить и радоваться, а также о том, что же в этой самой жизни главное. А главное – это любовь и взаимопонимание, которые царили и на репетициях, по признанию Арсения, и которые чувствуются в работе каждого участника спектакля. Очень сложно, потому что это не в моей манере, не в моем характере. Пришлось себя переделывать, естественно. Так надо. Характер такой строгий. Мне даже режиссер говорил, еще круче, еще строже. Моя героиня по пьесе, она не очень общительный человек. Судя по пьесе, наверное, она одинока. И ей трудно стало общаться, и она поняла, что надо это, ей не хватает это. Для этого, наверное, она и пришла в этот ансамбль. Спектакль по пьесе современного драматурга Николая Калиды впервые ставится в Рязанском театре драмы, написанная 10 лет назад, поставленная во многих театрах страны. Она уже завоевала сердца театралов. Оценить рязанскую постановку успели первые зрители. Партнер программы «День города» и «Край рыба Камчатская». Выставка продажа теперь и у торгового центра «Круиз». Порядка 50 акварельных работ приехали в Рязань из Германии. Экспозиция выставлена в библиотеке имени Горького. Творческое объединение семи художниц запечатлело лики православных и католических храмов, которые аутентично вписались в европейскую архитектуру. Природные, архитектурные и городские акварельные пейзажи. Новая экспозиция творческого объединения «Кунст-18» выполнена в одной технике. Художники отказались от индивидуальности в своих работах и акцентировали внимание зрителя на объединяющей роли русской православной церкви. Акварельная выставка – она самая нежная, она самая легкая. И наши группы, наши дамы очень любят путешествовать как на велосипедах, так и пешком, на поезде, на машине. И мы были поражены, как православные храмы органично вписываются в природу, в культуру всей Европы. На выставке представлены и католические сооружения. Связано это с тем, что не все православные приходы в Европе могут позволить себе свое помещение. Однако самое главное для духовного человека – это искренняя вера в Бога и желание найти свой путь к храму, рассказывают художники. Ведь в каждой из этих церквей звучат молитвы и проповеди на русском языке. Кстати, выставку по достоинству оценили и представители рязанского духовенства. На мой взгляд, это не только чудесная выставка с точки зрения живописи, но и она очень важная с точки зрения нашей духовной жизни, потому что здесь отражение храмов, отражение церковной жизни православных христиан Западной Европы. И это отражение конкретных людей, конкретных православных христиан, с которыми мы близки, потому что мы вместе составляем единую православную церковь. Очаги православной веры в Европе напоминают о родине каждому, кто по разным причинам эмигрировал из России, но по-прежнему считает себя патриотом Отечества. Кстати, творческое объединение Кунст-18 регулярно организуют в Германии выставки и фестивали, которые знакомят европейскую публику с традициями русского художественного искусства и литературы. Путь к храму – это выставка, которая объединяет любовь к России и бывших соотечественников в единое целое и знакомит с ней каждого зрителя. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Икра и рыба Камчатская – эту торговую точку знают в Рязани многие. Теперь она работает еще и у торгового центра «Круиз». А это значит, что покупать рыбу теперь еще удобнее. О пользе морской рыбы знает сегодня каждый. Именно где приобрести действительно свежую и качественную продукцию? Рязанцам давно знаком ответ на этот вопрос. На выставке продажа «Икра и рыба Камчатская». Чем можно порадовать себя в дождливую, серую, осеннюю погоду? Ну, конечно же, вкусной и полезной красной рыбкой. Разнообразие ассортимента поражает самых искушенных. Это нерка, чавыча, кижучий палтус, соленый, холодного и горячего копчения. На любой вкус здесь найдется продукт. Палтус и чавыча. А почему именно это? Ну, потому что уже брали вкусное. Витамин D в первую очередь, а во вторую вкусно. Вкусно же, не правда ли? Я люблю чавычу. Вот все, соленую, ну, копченую. И икру взяла. В основном из-за вкуса, конечно. Она мне нравится. Я каждый раз в первый день прихожу. Я им благодарна. И хотя продукция выставки продажи «Икра и рыба Камчатская» уже давно зарекомендовала себя, в свежести и вкусовых качествах сомневаться не приходится. Но прежде чем купить, вы можете попробовать любую рыбку. Продавцы с радушием проконсультируют и подскажут. Максимальная прозрачность и никаких сюрпризов. Здесь вижу икру. Я всегда прошу, чтобы он ложечку мне эту поднял и опустел. И подкрепить организм витаминами в преддверии зимы очень важно. Потому и выбирают люди проверенные морепродукты. Все время беру, покупала, пробовала все у них. Мы ни колбасу, ни мясо не едим. Поэтому на завтраке мы все едим икру. Бутерброд с икру. Ну, я вроде думаю, может, для пользы дело. Может, йод там какой-то содержится. Все-таки мы уже пожилые люди. Выставка продажа «Икра и рыба Камчатская» работает возле торгового центра «Круиз» до 7 октября включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Это свершилось! Камчатские деликатесы в Рязани. Сцены от производителя. Наша гарантия – это наше качество. Со 2 по 7 октября у входа в ТЦ «Круиз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова